Всем привет! В эфире программа «Спорт-обзор» и я, ее ведущая, Кристина Лата. Сибирь выйдет из отпуска 20 июля. Хоккейный клуб опубликовал план предсезонной подготовки. Первым делом команда пройдет медосмотр, а 26 июля хоккеисты отправятся в Минк. В столице Белоруссии Сибирь проводит сборы уже не первый год. Там же будет сыгран и контрольный матч с местным «Динамо», который также выступает в КХЛ. Игра намечена на 6 августа, после чего 8 числа Сибирь вернется домой в Новосибирск, где проведет еще один сбор. С 21 по 27 августа наша команда примет участие в предсезонном турнире. Этим летом Сибирь сыграет не в Магнитогорске на Кубке Рамазана, а в Санкт-Петербурге. На турнире имени Николая Пучкова, кроме сибиряков, выступят СКА, автомобилисты и еще несколько клубов КХЛ, которые пока не объявлены. Завершать подготовку к сезону Сибирь также будет на домашнем льду. Спортсмены-гилевики из Новосибирской области в сборной России. Трое атлетов попали в состав команды на чемпионат мира. Все это благодаря успешному выступлению внутри страны. Евгений Бутенко и Олег Бородыкин выиграли упражнения «Толчок» по длинному циклу в своих весовых категориях на чемпионате России. Еще один новосибирец Дмитрий Шевелев завоевал серебро в этой же дисциплине, а в многоборье вторым стал Бутенко. Серебро взяла и команда новосибирских силачей в эстафете. В борьбе они уступили сборной Санкт-Петербурга. Кстати, в северной столице и проходил в этот раз чемпионат России. Таким образом, призеры турнира включены в состав сборной страны. Они выступят на чемпионате мира, который в сентябре пройдет в Узбекистане. Напомню, месяц назад атлеты успешно выступили на чемпионате Азии, где также завоевали несколько медалей. На минувшей неделе участники проекта телеканала ОТС «Стадион» за три дня побывали в селе Быструха Качковского района. Это была уже шестая спортивная площадка в регионе, которую благодаря проекту реконструировали волонтеры при поддержке местных жителей. Для кого это было сделано, расскажет мой коллега Михаил Якимов. На хоккейной коробке кипит работа, взрослые красят борта, а дети уже принялись гонять мяч. Футбол в Быструхе любят, и ребята никак не дождутся, когда можно будет полноценно играть на всей площадке, а не только около ворот. Открывают обновленный стадион в селе, как и положено, футбольным матчем между взрослым и юношеским составами местной команды. Но забить опытным ветеранам непросто. Матч в основном проходит под их диктовку. В итоге именно они и забивают гол с углового. У юных спортсменов еще будет время потренироваться и взять реванш. Футболом и хоккеем в Быструхе занимается 30 детей от 8 до 14 лет. Во взрослой команде стабильный состав не меньше 10 человек. Достаточно, чтобы участвовать в районных соревнованиях. С появлением площадок по стритболу и пляжному волейболу планируют включить и эти виды спорта в программу тренировок. Раньше было хоккей, а вот сейчас, я не знаю, с чем это связано, тенденция пошла на футбол. У нас выпускники, вот двое, играли в команде «Спартак», и они стали чемпионами области, один и второй. Ну, не каждый год, а два года подряд один, с первого, потом второй. Пока хоккей по-прежнему здесь спорт номер один. Именно в Быструхе проводят самый популярный в Качковском районе турнир – Кубок памяти Валерия Воронцова. Это первый тренер, который начал проводить в селе занятия для детей. Среди тех, кто сейчас выступает в составе взрослой команды, немало его воспитанников. Молодое поколение продолжает хоккейные традиции, заложенные полвека назад. Всегда Быструха была на первом месте по хоккею, и все любят хоккей, ну, и все занимаются, всегда заливаем коробку, играем. Ну, когда первые морозы начинаются, и начинаем снег притаптывать, потом воду льем. Ну, с детского сада начался кататься. Времени на тренировки теперь будет еще больше. На коробке смонтировали новую систему освещения, и ранние зимние ночи отныне не проблема. Сохранить лидирующие позиции в районном спорте будет проще. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова